Встреча с властным Александром Николаевичем, руководителем поисково-исследовательского клуба имени Константин Силова военпорта, помощником начальника отдела военного университета. Тема доклада «Особенности генеалогического поиска пропавшего вездачного армейца» в 1941-1945 году. Своё выступление я хотел бы разделить на несколько этапов, несколько слов рассказать об организации, которые я представляю, перейти к деятельности, непосредственно у нас прописанными устами, и чтобы перейти от теории в практике рассказать непосредственно несколько увлекательных и интересных случаев из поисковой деятельности, с которой нам пришлось столкнуться. Итак, хотел бы зачитать фрагмент из произведения Константина Симонова «Жилые мертвые». Здесь на войне не бывают репетиции, когда можно сыграть вскрыва для тропы, не так, а потом так, как надо. Здесь всё пляжут в тропе. Всё от начала до конца, от азар и до последней точки. Незаменимых нет, верно, нет, всё так, но и ведь незаменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека. Можно научиться воевать, но привыкнуть к войне невозможно. Итак, организация, которая на сегодняшний день носит имя Константина Симонова зародилась в редакции газеты «Красная звезда», где я после окончания боя университета подходил в службу в течение трёх лет, был сначала постоянным корреспондентом, затем старшим постоянным корреспондентом отдела «Был подготовки жизни войск». И на тот момент, когда в 2008, прошу прощения, в 2013 году я уже туда пришёл, штат редакции значительно был сокращён, но, имея авторитет главной военной газеты страны, всё-таки из разных уголков России и ближнего дальнего зарубежья поступали письма от людей, в которых они просили оказать помощь в поиске своих родственников, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, найти места и сохранения и так далее, и так далее. И вот главный редактор Николай Николаевич Никимов попросил, ну, вызвал меня к себе, дал несколько писем, которые поступили в редакцию. Заниматься этим, естественно, уже было некому, потому что и, во-первых, и штат сократили, и особо профессиональных каналов, как ни у кого не было. Вот. И разговор был примерно такой, что попробуй, может быть, кого-то найдёшь, может быть, из этого что-то напишешь, какую-нибудь заметку, репортаж, в общем, вот. Дело хорошее, нужное. И так я заинтересовался этой темой. И, естественно, сначала возникла идея, что это должна быть какая-то поисковая организация, первое, да, что у меня, что мне пришло в голову. Но затем я пришёл к мысли, что раз эта организация возникла в главной военной газете страны, то она обязательно должна носить чьё-то имя. И начало, естественно, наших знаменитых писателей, военных журналистов вспоминать, перечитывать какие-то произведения, Шолохов, Твардорский, там, и так далее, и так далее. И остановился на Константине Синне. Почему? Потому что именно этот человек, как я считаю, я думаю, вы с собой полностью согласитесь, в отличие от своих коллег, да, которые внесли, безусловно, большой вклад в русскую литературу, военную журналистику, но он именно на фоне всех остальных и внёс свою весомую, но это, наверное, мало сказано, лепту в дело увековечения памяти простых солдат и офицеров. Он всю свою жизнь посвятил сбору воспоминаний обычных и рядовых солдат, и офицеров, которые уже, ну, в какой-то период, да, находились в опале, о них нельзя было рассказывать, да. Одним из тоже ярких примеров является то, что Симонов вернул из небытия имя, Мусы Джалиля, да, который числился по всем нашим советским документам, как предатель, измененный кровь и так далее. Вот, и таких примеров можно приводить множество, вот, я думаю, что не будем на это как бы терять время, и поэтому вот возникла идея, что остановился, посчитал, что это выбор однозначно будет правильным, и так наш клуб начал носить имя Симонова, ну, а военкор уже, как бы, поисковый следственный клуб имени Константина Симонова родился сам по себе. Вот, что, вот полное, полное название организации поисковый следственный клуб имени Константина Симонова военкор. И на тот момент, сейчас, конечно, об этом вспоминающись с ностальви и с улыбкой, в 2016 году, да, будучи в командировке главной, в командировке, в агитпоезде «Армия Победы», может быть, слышали, наверняка слышали, который прошел у нас от Москвы до Дальнего Востока, поезд собой представлял передвижной музейный комплекс, затем техника военная, отдельно сцена на этом поезде, да, располагалась. И мы проезжали, проехали свыше 27, по-моему, городов России, стартовали 20 апреля с белорусского арсала, и 8 мая, в «Перекме Победы», закончили свой пункт. То есть 20 дней мы ехали, вот, потому что каждый день мы должны были останавливаться днем, и не бывало ли, конечно, на людей произвела впечатление эта акция, вот, она действительно без излишнего такого пафоса, массивного патриотического характера, очень приятно было увидеть, что на промежуточных станциях, на которых мы останавливали уже по сарафанному радио, люди выходили, фотографировали на телефоны, то есть воспринимали это с сожалением, что мы не смогли посетить их. И даже когда у нас техническая станция однажды была, я сейчас не помню где, по-моему, в Тюмени, и не предполагалась просто техническая остановка, и люди окружили этот поезд, и наши артисты Центрального академического ансамбля Александрова и Культурного центра вооруженных сил, вот, они испробно устроили концерт. Так вот, в 2016 году, еще до того, как организация не была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции, мне пришла в голову идея, которая, ну, имела небывалый размах. Идея рассказать о нашей деятельности, и не просто, как бы, как многие, да, представители общественных организаций, вот, пропиарить себя и все, и вот, больше трава не растет. А именно с целью, чтобы помочь людям, и на этих станциях, на которых мы останавливались, мы принимали анкеты-заявки на поиск от людей, на поиск от людей, чьи родственники пропали без вести. А вот, и пока поиск шел, мы связывались с Архивом, с Красным Христом, с другими там поисковиками, и пока поиск шел, мы свыше 50 имел установили, понимаете. И это не передать словами, когда люди выходят потом на связь со слезами, что вот мы писали туда-туда, нас везде там отфутболили, а вы отликнулись на нашу просьбу, помогли, вот мы 70 лет искали, и, наконец, вы наш родственный, все, приезжайте к нам. Это, конечно, ты видишь результат своей работы, и вот об одном из этих моментов нашей командировки, я вас попрошу, сверните, пожалуйста, просто сверните презентацию, там на рабочем столе видео ВНК включите, по-моему, там Екатеринку будет остановить. Снимали многие, конечно, телеканалы. В Хабаровск сегодня прибыл в поезд «Армия Победы». Встретится составляющим тысячи жителей гостей города. Ведетеранами выступили артисты академического ансамбля «Песни» в глянской российской армии имени Александрова. Повеме 8 раз мы смогли познакомиться с историческими областами военной техники, в том числе из «Дарной Патуши» и «Дантом-334». Также мы уже из «Дарной Панде» Хабаровска организовали несколько, где посетители увидели форму времен Великой Отечественной войны и любые набраты. Кроме того, мы служителям выпала возможность пообщаться с пульсковиками, которые тоже едут в составе «Поезда Победы». Они могут рассказать немало уникальных историй Великой Победы. Один из военнослужащих, которого мы разыскивали, пропал без вести под Сталинградом в сентябре 1942 года. Когда мы нашли устанавливать связь с нашими международными коллегами, выяснилось, что он закоронен Нидерланда, где умер от токуркулеза в 1945 году. Когда он попал под Сталинградом в плед, до 1945 года находился в Германии, и затем их увезли на принудительные работы в Нидерланды, где он посетил себя. Погиб «Поезда Победы» вышелся на свой 20 апреля. За три недели он посетил уже более 20 грабов, расположенных вдоль Транссибирской магистралии. Пенежонный состав был выйти в Востоке 8-го мау. Комент для Велики Победы. Спасибо большое. Ну вот один из телевизионных сюжетов, в котором была значительна наша деятельность, мы сейчас с вами увидели. Вот попрошу включить следующий слайд. Просто в социальных сетях, где, ну кстати, стоит отдать должное, да, одно им прискликаем, где они выкладывают информацию о найденных каких-то личных вещах военнослужащих, медальонах, записи в архивных документах, и мы, соответственно, вот флаг нашего Клуба. Вот, начинают искать, делают репосты всевозможные. И вот однажды я увидел, что разместили информацию о том, что в нидерландском городе Амерскорг разыскиваются родственники советских военнопленных из России, Грузии, ну и страны СНГ, да, советских солдат. И так как я родом сам из Тамбовской области, город Маршанск, вот, известная Маршанская Махорка, Красная Прима, Сигарета Космос, Маршанский Свято-Троицкий собор, это наши визитные карточки, как я сказал. Вот, и я увидел, что солдат, написано Зель Маде Иман, город Маршанск. И, сколько, ближайшие родственники Варвары. Меня, естественно, это очень заинтересовало, что наша земля, и нидерланды. Вот, я начал искать, но, если говорить уж очень сокращенно, да, то он начал перебирать фамилии, да, по книге памяти, по нашей, по базе данных, начал смотреть, какие примерно созвучные, да, Зельмадеев, он был и Зельмадеев, сколько Цельмадеев. Вот, Зельмадеев, Цельмадеев, ну, в общем, вот так начал перебирать, перебирать. Остановился, что достаточно распространенная фамилия у нас Челмадеев. Начал искать сколько Иванов. Он там был, по-моему, или 908-го года рождения, или 903-го, что-то такое. Начал смотреть сколько Иванов, и вот так сужал, сужал, сужал поезд, и нашел Челмадеева Иванова Федоровича 1903-го года рождения, а тот 1908-го. Ну, понятно, что в документах могли просто закоречку лишнюю поставить, и так 1903-й год стал 1908-й. Вот, и дальше копали, и действительно выяснилось, что у этого Челмадеева Иванова Федоровича была жена Барвара. Вот, но на сегодняшний момент, пока, к сожалению, поездки не увеличались успехом родственников, потому что, вот, кстати, основа генеалогического поезда, да, о которых я хотел рассказать, мы от противоположного идем, не от военных документов, где казалось бы, ну, все, мы можем поднять боевой путь, но человек пропал безвест в определенной местности, все, и, ну, ничего там по большому счету не сделать. А, вот, когда мы начинаем генеалогическим поиском заниматься, мы начали изучать его родословную стандарт, ну, как изучать, сделал запрос в архиве. Челмадеев Иванович, от такого года рождения. Подняли нам свидетельствовавральность. Потом уверены, и так начали выяснять, постепенно, состав его семьи. Вот. Ну и так как эта фамилия распространенная, ко многим седям ездили лично, но никто, к сожалению, этого военнослужащего пока и своим родственникам не причислил, делали запрос в УНС Тамбовской области на предмет выезда, пока безуспешно, но в любом случае, по крайней мере, мы узнали, что это не просто солдат, который по фамилии Зельмадей и Цельмадей, и точно никто никогда не найдет, согласитесь. По крайней мере, мы знаем, что в каком направлении конкретно нужно искать. Давайте включим следующий слайд, посмотрим. Нам должны быть фотографии, несколько фотографий из наших командировок в составе. Единственное, потом жалею, честно вам хочу сказать, пока мы технически уполагаем. Конечно, конечно, может быть, это не для шелта общества, но, к сожалению, мы об этом все равно должны говорить, да? Военный поиск, очень трудоемкий процесс, это не сказать ничего, в принципе, потому что на выявление сведений об одном кинослужащем уходит большое количество времени, просто большое, да? А тем более, если мы в генеалогический поиск уходим, то есть нам надо точную дату рождения найти, найти сведения, кто он был по профессии, фотографии его найти, потому что это необходимо, чтобы идентифицировать, например, по карточкам военнопленных. Вот, о чем я чуть позже сейчас и расскажу. Вот. И уходит очень мало времени. Но, к сожалению, среди этих запросов, которые к нам поступают, есть вещи, о которых говорить в свое время было не принято. А сейчас уже, с одной стороны, не стыдно и может быть уже поздно. Например, о предателях, тех, кто совершил военные преступления, тех, кто остался в других странах, понимаете? Тех, кто служил в армии Бласова и так далее, и так далее. Порой, те сведения, которые к нам поступают, они противоречат друг другу. И вот здесь, в первую очередь, да, больше процента успеха зависит непосредственно от заявителя. Почему? Потому что настолько, как они предоставят эту информацию, каждая деталь может быть важна. Но они, к примеру, не посчитали, нужно сказать, что вот письма дома есть, да? И никакой зацепки, например, нет местности. А он, например, писал, что я сейчас в госпитале нахожусь, но я скоро встрою, встану и буду бить врага, понимаете? То есть это уже идут запросы в архив военно-медицинских документов в Санкт-Петербурге. Понимаете? То есть это будет идут поиски. Вот пока сейчас настраиваю, хочу просто в двух словах рассказать, как, собственно говоря, технология этого поиска, да, идут. Ну, как мы делаем. В принципе, я считаю, ну, вот эта модель наиболее успешной. Не мы ее придумали, а вот мы ее, как бы, обобщили под себя, когда поступает заявление от человека. От человека, да? Соответственно, мы обязаны, в принципе, все моменты уточнить. Все, что он знает. Работал трактористом, этим конюхом, голубые глаза, играл на баяне, там, раскулаченный был, да? Потому что, ну, причинно-следственная связь, там, перехода на сторону грага, там, и так далее, и так далее, и так далее. Мы не будем это власть. Мы, естественно, это все должны учесть. Но эти данные мы не можем воспринимать как исторические источники. Потому что, ну, родственники могли просто перепутать, просто, извините меня, да, придумать, и так далее, и так далее. Поэтому, значит, первое, с чего мы начинаем, это обобщаем эти данные. Смотрим по базам данных, общедоступным. Потому что, слава богу, на сегодняшний день не нужно ехать в Центральный архив Минобороны, в Подольск, чтобы уточнить сведения о бойце. Минимальное, что можем мы о нем найти, мы можем найти в интернете. Иванов Иван Иванович, если правильно обобьем данные, то нам будет, по крайней мере, откуда призывался. И даже, чтобы просто пропал безвесть, даже зацепиться не за что, уже хорошо. Потому что в нашем потом анкете-запросе, который мы делаем, да, обязательно просим, чтобы была фотография. Не то, чтобы просим, я не... Если есть фотография, то мы ее, естественно, подкрепляем. Для чего это нужно? Для чего это нужно, я вам скажу чуть позже. Не буду пока разбивать все секреты. Фотографии стараемся прикреплять. То есть, идентифицировать по внешности. Очень важный факт. Дальше. Тот момент, если мы устанавливаем наличие сведений в исторических документах, источниках, да, базы данных, мемориал, там, и так далее, и так далее. Мы, соответственно, пишем, что, там, ну, к примеру, с какого времени тратишь на связь, да, мы пишем, что мы нашли. С 16.05.1942 года, источник информации, ОБД мемориал, обязательно указываем фонд о безделах. То есть, профессиональный подход. Соответственно, другие организации, в том числе и международные, когда, ну, наши заявки принимают, они не проделывают работу эту заново. Они уже конкретно знают, что фонд о безделах, такой-такой-такой, ведь уже сведения есть, и, ну, все, личность идентифицирована в любом уже случае. Ну, и дальше, соответственно, в тех графах, которые мы указываем в анкете, мы, соответственно, пишем те сведения, которые нам удалось получить от родственников, и удалось получить в документах непосредственно, да, которые... А что это мы за анкету готовим? Куда? Сейчас, я об этом сейчас скажу, прям буквально через минуту. Вот, когда поступает к нам запрос от человека, что у меня дед пропал язык, мы обобщаем то, что нам сказали, и готовим вот эту анкету. Да, мы уже, да, мы уже готовим эту анкету, анкета, соответственно, левые столбцы, да, на русском, английском, немецком языках, да, фамилия, имя, отчество, дата места рождения, национальность, место жительства до призыва, когда, каким военкоматом призван, куда натравлен, воинское звание, военно-учетная специальность, партийность, с какого времени утрачена связь, род, войск, номер, наименование и адрес последней воинской части при потрате связи, наличие государственных наград, информация о ближайших процентах на момент призыва, и дополнительные сведения о разлиске. Мы это все обобщаем, то, что нам сказали родственники, и то, что мы получили, да, из документов. Вписываем сюда, что Шаповалов, Петр Петрович, Шаповалов и так далее, и так далее. Но, то, что мы получили от родственников, но не получили в документах непосредственно архивных фонду обсидентов, мы указываем в последнем пункте, в 13-м, дополнительные сведения о разлиске, мы можем указать там все, что хотите. И вот, например, мы пишем, что рассказом родственников воевал на Ленинградском фронте. Подтвердить это или опровергнуть мы не можем. Но не учесть этот факт мы тоже не имеем права. И вот после того, как мы получили все данные и обобщили их в анкете, мы после этого составляем список рассылки. И, соответственно, итоговый у нас документ получается такой, что руководитель организации согласно списку рассылки прилагается человеку-заявителю, чтобы человек знал, что мы его запрос получили, мы работаем, чтобы нам не звонили каждый там день и не говорили на какой стадии, а человек сам уже, он видит, что в 25 организаций мы направили ответ. И ему, соответственно, из этих организаций ответы будут приходить и нам, и ему самостоятельно. И мы пишем, что прошу проверить по имеющейся нахимные документы, мы сошли сведения о Шаповалове и Петре Петровиче согласно прилагаемой анкете в целях установить судьбу военнослужащих. Первый экземпляр ответа прошу направить в адрес заявителя, не устроивали ли Милы Алексеевны, внучки разыскиваемого, указанной выше. Второй в наш адрес. Проложение ответ за трос в одном экземпляре на одном листе. И вот после этого мы составляем список рассылки. И вот здесь очень важный момент. На самом деле мы придерживаемся того, что чем больше, тем лучше. Почему? Потому что здесь иногда играет, не поверите, человеческий фактор. Иногда в государственные какие-то учреждения, мы и ведомства, мы отправляем запросы и их отвечают по стопу поскольку. Ваше обращение рассмотрено, сведения не обнаружены. А иногда мы отправляем сведения в какой-нибудь школьный поисковый отряд, который 20 лет этой проблемой занимается, эти списки ведет и так далее. Этот школьный отряд нам представляет намного больше сведений, нежели чем в государственный архив той или иной области. А вот в какие архивы организации писать, конечно, об этом можно дополнительно прочитать на многих поисковых сайтах. Я просто побоюсь неправильно такую информацию сказать, и вы скажете, что я там некомпетент. Но тем не менее, если мы собрали все сведения, и выясняется, что, к примеру, призывался из Кемеровской области, а уроженец был Украинской ССР, точнее сказать, Харьковской губернии. Соответственно, что мы делаем? Мы делаем, но мы уже знаем, да, что определенные сведения, не так с двух приборах, мы знаем, что определенные сведения хранятся, наверное, в этом архиве, какие-то определенные фонды, а вдруг что-то попадет. Поэтому мы от большего к меньшему идем, или от меньшего к большему. Что это означает? Если уже мы видим, что Россия и Украина, то уже минимум будут архивы России и Украины. Дальше. Сведения по Великой Отечественной войне максимально, так же, как и у нас, например, в Центральной... Ну, они у нас, на самом деле, больше разбросаны. В странах СНГ они, как бы, более централизованы. А вот, поэтому мы отправляем запрос в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ну, сейчас в связи с событиями на Донбассе как-то переименовали музей. Ну, слава богу, хоть все отвечают, все пишут по существу, стоит отдать тоже, пусть за деньги, но денег там небольшие, 100 рублей, ну, что-то такое. Ну, самое главное, хоть без всяких там политических каких-то аспектов, все отвечают. Дальше. Раз унароженец Харьковской области был, пишем в Государственный архив Харьковской области. Почему надо делать так? Потому что, например, выяснили какие-то сведения, например, нашли список образного, список погибших военнопленных того или иного там лагеря, находившегося в Харьковской области. Соответственно, он хранится отдельным фондом. И вот, что, к сожалению, на сегодняшний момент, к сожалению, мы принуждены констатировать, да, что у нас, что в России, что в странах СНГ, в отличие от стран Западной Европы, у нас нет единого места для хранения документов. Единого места. То есть, если человек от момента призыва до момента гибели, он мог попасть в плен, перейти на сторону города, совершить преступления военные и так далее, и так далее, быть осужденным военным трибуналом, или, наоборот, уже посоль, и так далее, и так далее. Соответственно, все эти сведения хранятся в разных местах. Правильно? Если он был в концлагере и перешел на сторону города, то эти сведения хранятся или в информационном центре МВД по месту жительства этого человека, или в архиве ФСБ, или в государственном архиве той иной области. Поэтому мы и пишем туда. И чего это делалось? Для того, что, когда наши войска освобождали, да, те или иные консулагереты, соответственно, документы обобщались. Они смотрели, все документы изучали, чтобы не попало к нашим союзникам. И конкретно каждый человек изучали. Агран, там, Кемеровская область, вот, разно говоря, служил у немцев. Все, значит, мы отправляем его дело в Кемеровское, там, у НКВД, там, и так далее, и так далее. И у НКВД уже работает по нему, опрашивает соседей, свидетелей, и так далее. И вот в государственных архивах этих областей есть фонды по опросу военнопленных, вернувшихся с плена. Где каждого солдата спрашивают, кто стал бы в плену. А расскажи нам, кто сотрудничал с немцами, с полицаями, и так далее. И поэтому вот она цепочка выявляется. Вот, ну, естественно, военный комиссариат. Пишем, да, откуда он призывался. Почему? Потому что именно, вот, казалось бы, во-первых, всегда с него надо начинать, с военный комиссариат. И, казалось бы, мы серьезно никогда не воспринимаем, да, что там какой-то массивной информации может конец. А нет. Вот сразу, на минуточку, перейду к другому случаю, когда родственники обращаются и говорят, у нас, там, дедушка погиб, умер от ран в Прибалтике в 45-м году. В книге памяти он все. Ну, естественно, мы как бы уже сужаем поезд, Эстония, Латвия, то есть уже. Но потом, ну, сужали, сужали, ничего. Иначе пошли от обратного. А откуда их сведения в книге памяти появились? Ну, и так вот по цепочке, по цепочке шли и вышли на военкомат, где в военкомате подняли письмо его вдовы в военкомат, 70-какого года, где она пишет, что дом сгорел, прошу восстановить документы, львоты там и все остальное. Мой муж воевал на Карельском фронте, погиб в 45-м году, похоронен там-то там. То есть откуда взялся этот вообще 45-й год в книге памяти, неизвестно. Поэтому обязательно изучаем военкоматские документы. Почему? Потому что задача военкомата, как бы это ни цинично звучало, призвать человека, призвать, если человек погиб, ну, там, пропал, да, выплатить, не выплатить, а оформить льготу, установить памятник, но это было уже позже. На этом задача военкомата заканчивалась. Но военкомат все это время могли поступать письма от его однополчан, от там и так далее, и так далее, где вот говорили, вот попали под бомбежку, и вот Сергей вот был и не был. Конечно, мы их как исторический источник, достоверность мы не можем, но тем не менее, зацепка обязательно такая может быть. Вот, ну и дальше, соответственно, уже здесь по данному случаю, раз он был в Украине, мы все, да, выяснили, что Национальный музей Украины, Государственный архив Харьковской области, ну и дальше идем. Военно-комиссариат Харьковской области, Государственный архив Кемеровской области, прошу прощения, вот, Государственный архив Кемеровской области, и дальше уже идем, смотрим, вплоть до того, что чуть ли не все, если есть свой архив и свой музей, даже куда пишем. Школа, музей, поисковый отряд, то есть сужаем поиск вот до минимума. Вот, и дальше уже пошли те организации, которые, конечно, не могут вот по щелчку предоставить эту информацию, но иногда, иногда, все-таки просветы есть. Это Управление ФСБ России по Кемеровской области, Главное управление МВД России по Кемеровской области, которые могут подтвердить факт его уголовного преследования, наличие, мы просим изначально, просим сообщить о наличии и месте хранения архивно-следственного уголовного дела, да, потому что, ну, конечно, в связи с федеральным законом доступ к сведениям лица может быть предоставлен, там, спустя, там, и так далее, и так далее, с разрешением родственников, вот. Но иногда просто нам достаточно того, что они даже нам отписку делают, такую обтекаемую, что, типа, в связи с федеральным законом, просим предоставить документы, это означает, что уже документы есть по ним, осталось подтвердить родственникам. То есть не просто так, что они все рассматривают по-своему, все у них придется. Если написали, что Управлением ФСБ России по Кемеровской области ваше обращение рассмотрено, сведения о таком-таком не выявлено, все, значит, не выявлено. А вот если написали, что в соответствии с пунктом таким-то вы должны подготовить документы и сведения могут предоставить родственникам, тогда, значит, есть. Понимаете? Ну, здесь вот, как бы, бьются многие поисковики, историки, чтобы начали документы рассекречивать, спустя 75 лет, когда-нибудь мы, конечно, к этому придем, но, к сожалению, наверное, уже будет, соответственно, поздно. Управление Министерства обороны Российской области по уникалеченней памяти погибших защитников отечества, это головной орган, который занимается уникалеченными памятниками. А вот, здесь, например, да, могут быть сведения о памятнике том или ином, что человек захоронен, а человек числится пропавшим в ездестве. Известно, он начинает выяснять, на основе чего этот памятник поставлен, вот, что поставлен на основе донесения, которого, например, нет в архиве. Есть и место на архиве, но нет в Центральном архиве Винобороны, такое тоже очень часто есть. Поэтому пишем везде. А вот, филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации военно-медицинских документов, это, например, подтверждение ранения, гибели в госпиталях и так далее, и так далее. Это они чисто подтверждают. Хотя, ну, большая часть фондов еще не оцифрованы. Понимаете, одно дело просто, например, список, список умерших в госпитале, таком-то, таком-то, да, список. Вот. Но не оцифрован, например, журнал учета больных, например, утримин. Поэтому они тоже могут служить. Да. Государственный архив Российской Федерации. Ну, это, конечно, не преувеличу, самый такой архив, с которым приятно работать, и в котором всегда нам навстречу, никогда не отписывается, всегда по существу, понимаете, по-моему. Вот. У них очень большие фонды по именно военнопленным, по опросам военнопленных, вернувшимся из плена, погибшим в концлагерях немецкие, там, ну, на немецком языке переведенный. Российский государственный военный архив. Ну, то же самое. Это части НКВД, то есть, ну, по нашим сейчас внутренним войскам, да, проверить, во-первых, сведения, то, что родственники могли сказать, что просто он там служил, ну, образно, в пехоте, да, а он, например, в НКВД служил. Соответственно, понятно, что о нем сведений в Центральном архиве, наоборот, нет, потому что он в составе войск НКВД. Вот. И, соответственно, что мы от них ждем? И картотека военнопленных, да, в РГБ, тоже большая. От них ждем, что фонды проверены, сведения там, и так далее, и так далее. Вот. Российский государственный архив социально-политической истории. Ну, конечно, там от них что-то получить по пропавшим без вести большая редкость. Почему? Потому что там именно точечные, более, вещи идут, потому что у них картотека сформирована по номерам партийных билетов. Партизаны, да, вот. Партизаны. Ну, к сожалению, конечно, процент у нас запросов тех, кто в партизанском движении участвовал, конечно, там очень мало. Поэтому, например, мы подтверждаем партийность его, там, и так далее, и так далее, человеку. Вот. Дальше. Центр Роскоинформации, Общероссийская общественная организация, Российский Красный Крест. Вот. Обязательно с ними, потому что они имеют свою картотеку, они с международными комитетами Красного Креста взаимодействуют с немецким, там, и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, у них своя, там, большая картотека на перемещенных лицах, и так далее, и так далее. Вот. Тоже какую-то веточку нужно получить. Вот. Ну, и, соответственно, вот так вот получается, что в таком виде мы отправляем документы, получаем, 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 потом обобщаем. Это вот, что касается технологии, так скажем, составления запросов. Это очень кратко, это кратко утрировано, вот, потому что в отношении каждого солдата это нужно, ну, самостоятельно, там, идет отдельно, понимаете. Уже, всех нельзя, вот, есть технологии, и все, и вот по этой технологии, и практически каждый солдат, на каком-то, вот, свои нюансы. Давайте посмотрим, что на следующем с вами. Не получается, да? Ну, ничего, будем, будем показывать. А вы сможете вопрос? Да, дальше. Ну, вот сейчас нам это расскажите, потому что мы к вам написали, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы сами. Вы знаете, вопрос очень интересный, очень центральный. Конечно, конечно, ввиду того, что многие общественные организации, в том числе и мы, и будут, точнее сказать, будут называть вещи своими именами, не имеют финансирования. А отсутствие финансирования, это много факторов и так далее и так далее. То есть у нас есть команда, у нас есть поисковики, у нас есть люди, кто... Но чтобы искать одного человека, то нужно не только духовные, физические ресурсы, моральные и умственные, да? Потому что это аналитика, это не просто берег дальше кидай, берег больше кидай дальше, но и финансовые. Это нужно съездить в архивы, там нужно и так далее и так далее. Поэтому мне, как руководителю, да, конечно, легче всего заплатить деньги, ну, по договору это нанять, обучить, нанять и спросить с ним. Конечно, это легче. Вот. Поэтому, а вот я, к чему я это говорю? К тому, что на сегодняшний день, пока вот самой оптимальной формой работы для нас является предоставление консультативной помощи. Потому что мы можем запросы получить, как сейчас вот, мы в них зарылись, мы все отрабатываем, все делаем, но мы в них реальны. И родственники многие, они думают, что мы сейчас и все, и сами ничего не увидим. А хотя вот именно, вот это и является возрождением родословной традиции, я считаю, что каждый человек должен быть заинтересован, и он больше в плане заинтересован в поиске своего родственника, а мы поможем в любом случае со своей стороны. И так идет взаимное обучение. Да, потому что я, например, не имею исторического образования, но я сколько много всего, каждый раз работая с этими документными запросами, для себя приобретаю, что... Я сейчас, извините, перебью вас. Вы знаете, вот в каком это видео, вот, например, сайт, если я сейчас ничего не путаю, или московский бессмертный полк, или бессмертный полк, у них есть раздел бессмертный батальон, что-то такое. Вот у них прямо, они себе помечают, что типа, мы не можем каждому вот уделить внимание на поиск сведений, потому что, но мы можем вот полностью вам предоставить информацию, как, то есть, искать вместе с вами и так далее. Поэтому, вот, пока на сегодняшний день, конечно, так. Но, тем не менее, когда уже пожилые люди обращаются, я вам честно хочу сказать, потому что с каждым запросом ты начинаешь через себя это. Хотя я как журналист, да, по профессии, да, и тем более уж военнослужащий, я должен к этому, извините уж за цемничность, да, привыкнуть, да, и... Открыть. Да, вот, но все равно это начинаешь пропускать через себя, потому что это человеческая воля. И в любом случае, мы не можем отказать, и помогаем, и все это остальное. Но результативность была бы, конечно, если бы спонсорская помощь, там, и так далее, и так далее, большая команда, но все это мы решим, я насчет этого не переживаю. Вот, это вопрос времени, так что все получится. Я думаю, что наоборот, вот, вот. Ну, вы сейчас по-русски, Даша, мы сами могли это вот сделать. В том числе. Возвать вам все... Да, да, в том числе. Вот, ну, вы сразу сказали, что я точно все записываю. Да, ну, если вы к нам обратитесь, мы будем искать, мы будем искать. Мы просто, понимаете. А? Давайте, давайте будем искать. Конечно, даже не обдавайте. Я думаю, что я на русский бюджет пойду. По электрону, да. К сожалению, у нас пока в настоящий момент сложности в том, что мы меняем юридический адрес. Вот, с Москвы на Московскую область. Ну, в общем, сейчас пока у нас физически почтового адреса такого нет. Поэтому присылайте электронную почту, потому что я проверяю каждый день. Вот. Будем искать, будем помогать. Бесплатно, правда? Да, бесплатно. Не, даже по одной расходу, а в то же вы не видите. Нет. То, что касается... Ну, вы поймите... Краснопрестный, что делать. Краснопрестный, дело не в этом. Дело в том, что вы знаете... Да, я чувствую. Вы знаете, я вот, может быть, как бы со стороны покажется таким похвастом, наверное, да, но иногда люди, например, обращаются, да, вот мы там медаль нашли, образно говоря, вот, помогите установить на владельца. Ну, я вот, например, говорю, начинаешь устанавливать, и иногда установление этих сведений идет неофициальным путем, так скажем. Мы будем называть вещи своими именами. Мы понимаем, что вы говорите, поэтому... Да, вот. И, естественно, когда уже начинаешь, я говорю, ну вот мы и нашли, ну надо. Некоторые отказываются. Понимаете? Ну, я как? Ну, отказываются. Я говорю, надо там заплатить. Понимаете? Некоторые отказываются. Ну, отказались, ну что, я теперь на полпути эту грошь, естественно, я это сам оплачу, там, и так далее, и так далее, вот, и таких случаев много, ну, речь-то не об этом, и раз взялись мы за работу, а тем более, такую важную, нужную, вот, это самое главное, я считаю, это дает силу, потому что, когда ты понимаешь, что ты именно сделал то, и твои, да, коллеги сделали то, что не могли сделать 70 лет, на уровне государства, это дает силу. Это дает вдохновение на дальнейшую работу, и вот, когда многие говорят, это ваше хобби, у меня это немножко, как бы, обижает, с одной стороны, потому что хобби, это вот то, что должно приносить эстетическое удовольствие, да, я, например, монеты, коллекционер, награды, я все раскладываю, все, понимаете? А когда вот с этим работаешь, это человеческая боль, ты понимаешь, что это солдат, который никому не нужен, вот, хоть мы страна победительности, да, но хоть мы страна победительности, я вот это начал об этом говорить, но он не конкретизированный, поэтому вы можете подумать, что я вот слова на них спросил, нет. Вот, между прочим, спросите сейчас любого, практически, да, молодого человека, там, правнука, солдата вермахта, и он вам скажет, мой дед похоронен в Тверской области, участок такой-то, или уже перезакоронен, а у нас что? Понимаете? А у нас нет первого, а у нас нет первого, централизованного учета, по хранению документов, централизованного, у нас нет единого, у нас нет государственного института, хотите это назовите, да, который будет заниматься, Института, который занимается установлением судеб на государственном уровне, вы поймите, у нас на сегодняшний день на государственном уровне, у нас увековечивают на государственном уровне, перезахоронили, все, вопросов нет. Но установлением судеб на государственном уровне у нас не занимаются, у нас занимаются этим общественные организации, поисковики, за свой счет, в угоду своих, да, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, поэтому вот так. И централизованный учет, он, конечно, очень бьет у нас по нахождению, наличию сведений о солдатах, где поиски, ну, в прямом смысле заходят в тупик. Объясню опять на конкретном примере. Например, сайт государственного архива Орловской области. Опубликовали все открытые данные для всех людей, фонды по сведениям о военнослужащих, погибших в концлагере Орловской тюрьмы. Да, там даже есть те, кто просто лечился в больнице, анализы сдавали. Все, опубликовали. И вы не поверите, вот первую попавшуюся беру и пробиваю попасть на Орловскую тюрьму. Пропавший без вести. То есть здесь сведения на всю страну, что он погибший, а кто-то не знает, потому что... А кто-то он знает, что он в Орле, в Конфлазии. Совершенно верно. Вот как здесь, да, мы знаем, что он в Кемеровской области в Тайге призывался и в этом, в 42-м году пропал без вести. Где, откуда эти данные взяли в 42-м году, а может быть конец 41-го, понимаете, а может середина 42-го и так далее. И, соответственно, правильно, но на основе чего эти данные, понимаете, последнее письмо. А письмо, например, надо было с опозданием через полгода, понимаете, понимаете? Правильно, правильно, но это всегда дана настолько условно. Поэтому здесь вот конкретно, мы-то смотрим, ага, ноябрь 41-го года, пропал без вести, мы журналы, доплавим, действия там и все. А он не в ноябре, а в октябре, совершенно, извините меня, уже километр уйдите, совершенно там. Он просто в Крем попал, вот и все. А вот к этому мы сейчас и перейдем. Сколько у нас? Время у нас не осталось. Все, вот сейчас вам расскажу историю, ради которой стоило суда ели. Ну, все, буквально, значит, на Балашином рынке, в Подрестске, не попались документы времен Великой Отечественной. Ну, у меня вообще профессиональная болезнь на все эти вещи, я не могу, не боюсь, что тут не было. Там продают? Ну, там продают все, просто. Вот документы? Ну, все, вот просто. Ну, вот, ну, это, понимаете, здесь, как бы, это палка в двух концах, осуждать их тоже нельзя, потому что это старый дом, разрушенный, все остальное, поэтому здесь мы не будем обсуждать морально-этические эти стороны. Продают и продают, все, это, это факт. И ордена продают. И ордена, да. Да, и понимаете, здесь тоже вот с орденами этими, тоже вот, как бы, хочется, вроде бы, объятное-необъятное, выкупить эти ордена, вернуть родственники, ну, порой даже родственники продают, понимаете? Поэтому, ты сейчас, ты сейчас нашел, вернул, а они пошли и дальше. Да, да. Поэтому здесь это, как бы, нескончаемо, мне кажется, кровь никогда, ну, к сожалению, ладно, не будем на это кратить. Попадают документы времен Великой Отечественной войны. На рынке было, да, холодно, изучать там что-то некогда было. Я посмотрел, что к одному человеку, ну, выбрал из всего, что было, к одному человеку. Относятся, Нейман Биккер Семенович, посмотрел свой первый год, цена там тоже символическая была, вот, и так далее. Дома, когда пришел, начал изучать, раскладывать в хромологическом порядке, у меня, не поверите, голоса стали дымом. Почему? Потому что, вот, в этих, ну, вот, практически все документы, которые я там купил, да, вот, полностью судьба человека, вот и был. И вот, первым меня впечатлил этот документ, написанный достаточно таким, ну, мудрым, так скажем, языком, да, заявление на имя военного комиссариата Кировского района. Заявление, 6 июля всего года, сын мой, Виктор Нейман, 24-го года рождения, ученик школы Кировского района, был призван в армию, где и находился по, в настоящее время, во втором стрелковом толку, 1-й батальон, 1-й роте, 931-й полевая почта. Прошу вас о возвращении моего сына в школу на следующих основаниях. И пишет, первое, ребята, 24-го года рождения, как правило, в армию не призывались, насколько не было приказа. Второе, все сучники его же класса возвращены в школу. Третье, Виктор Нейман несовершеннолетний. Согласие родителей ни с кем не было затреблено. Будучи 6 июля, ночью в помещении Кировского района ВКПБ в комнате, где производилось зачисление, меня лично заверили, что Виктор Нейман, как рабочий номерного завода в Москве, будет отпущен. Четвертое, некоторые родители, например, мать Оли Евстигнеева, 1-й полг, 3-й роте, добились принятия от них заявления о возвращении их детей. Но вот потом, тоже к сожалению, поэтому Николай и Евстигнеева начали искать сведения, погиб в 44-м году, то есть его одноклассник. Прошу поставить моего сына Виктора Неймана в одинаковые условия, как и его сверстники, с тем, чтобы в надлежащем квалифицированном быть подготовлен к защите рода. Ну, то есть, написано грамотным, таким языком, если хотите, юридически, подкованным, но боль отца. Боль отца, который не знает, что дальше будет с его сыном. Он с 17 лет вырастил, а сейчас его забрали и все остальное. Дальше, дальше, следующее, в кронологическом порядке, да, справка, но я все на слайдах, но раз и не работает, уже будем как-то так есть. В настоящем свидетельствую, что ученик 10-го класса Нейман Виктор добровольно записался в две народные полщины. Подпись, печать, директор школы. Добровольно записался в две народные полщины. Не написано, просто народные полщины. Ну, дальше его уже письма из армии. Вот, не будем там вникать. Вот, такой почерк, мне везде понятный. Содержание примерно такое, что «Здравствуйте, дорогие, сегодня получил ваше письмо с извещением от получения моего письма. Я до 25-го посылал вам письма, но они задержались». Вот, получил письмо в Жорке Заславского. Пишет, что занятия в школе еще не начались. И сойдите в школу и посылайте. «Мама, сколько перечислил фонд обороны?» Вот, тоже меня этот момент очень красивый. Ну, и так далее, и так далее. То есть, письма, они достаточно многословные. Жив-здоров, с ребятами познакомились, с командирами нормальные. А вот. И в одном из писем он пишет. Ну, дословно не буду читать, сейчас на это не буду. Да, ну, в общем, содержание примерно такое, что «Письма от меня не ждите». Нас перегросили ближе к фронту. Вот. И, собственно говоря, все. После этих писем пришла похоронка о том, что в ноябре 41-го года ваш сын, Наиман Виктор, пропал без истин на фронт. И следующий документ, который больше всего поразил меня своей циничностью, вот о чем мы говорим, я иногда выступаю, со мной начинают спорить, вот наши солдаты в советское время, да никому они не нужны. Понимаете? Раз вот такие вещи присылали, значит, никому они не были нужны. Вот я другого вывода не делал. Когда в 72-м году пришло письмо Найной матери из Министерства обороны, а она 1800, ну, то есть по 80 лет, да, тут все искала, все писала, все убивалась, что на ваше письмо сообщают, что мера по утошлению судьбы Неймана Виктора Семеновича отделом принятый, результат вам будет сообщен дополнительно. Ну, все, в общем, на этом все сведения о Викторе Неймане терялись, и все, что о нем мы знали, из тех документов, которые я приобрел, из тех, которые нашли потом по общедоступным данным, да, выяснили, что это была девятая дивизия народно-ополчей, вы спросили, вот, это мы уже потом выяснили. Номера им позже прислалились, и потом, если я ничего не путаю, может быть, я наблю какой-то исторический там факт, да, но эти дивизии потом были перефермированы там в Стрелковые и так далее, и так далее. Вот, ну и, собственно говоря, о истории дивизии, о боем пути, это вы можете посмотреть, не будем на это. А как вы это выяснили? А выяснили то, что вот он там, штамп на письме, полевая почта, ну и плюс отец пишет, что Стрелковый полк, 903, ну, это вот, в общем, так искали, искали, выяснили, что это была девятая дивизия народно-ополчей. То есть, в принципе, все выяснили без проблем. И начали изучать, что, что, где и как. И вот выяснили, что в начале октября 41-го года дивизия попала в окружение Подъемни, и из 11,5 тысяч числений состава дивизии из окружения вышло 1200. Понимаете? Есть очень хороший фильм, какие-то вещи, конечно, с исторической точки зрения там немножко как-то, да, не совпадают, но фильм мне лично понравился, советую посмотреть. Называется, по-моему, народно-ополчение, вот, он именно 9-й дивизии. Документальный фильм, в Ютубе, прям в 9-е, дивизия народно-ополчение, он в каком-то из этого. Все. И вот, в общем, все, что мы о нем узнали, что Нейман Виктор Семенович, 24-го года рождения, уроженец Москвы, где-то в районе Елени, Тропово-Близово, все. Вот не поверьте, ну, чудом, наверное, больше по-другому это никак не назовешь. Дальше работы с документами попадается карточка советского военнопленного, где совпадает имя-отчество Виктор Семенович, дата рождения, 24-го года рождения. Пленен под Елени 5 октября 41-го года, но фамилия не Нейман, а Николай. Да, ну, сами вот, если посмотрите, явно не Николай, да? О, фотография. И вот здесь начались поиски дальше. Я в одну минуту умещу, это был долгий, был достаточный процесс, долгий достаточный процесс, связался, нашел, опять вот в интернете, да, это же все моменты поиска, технологии поиска. Выяснили, что есть инициативная группа в целом, о, это 9-й дивизии, которая тут связался с ними, отправил им документ, однажды звонят Александру, но в одном из писем он привет передает какой-то девочке. Ипочка, Ирночка, Ииночка, непонятно. Что за девочка? Поехал на Глашинный рынок снова, там уже самое тогда все. Все перерыл, нашел документы Неймана, Несса Семеновна, выяснил, что была родная сестра. Начали, они жили в Москве, на Новокузнецке, в том, 23. Начали дальше, дальше, дальше копать, нашел, где она жила, все, приехал туда, соседка, про всех, всю поднаготную, кто там мусор не там выкидывает, кто это, в общем, все. Я говорю, Нейман Несса Семеновна, она говорит, да, знаю, умерла в 2011 году, семьи не было, детей не было, квартиру досталось людям, кто за ней ухаживал, там и так далее, поэтому, говорит, все, и, наверное, выкинули, там. Но, говорит, приезжал брат из Германии, на похороны. Я говорю, какой брат, если этот, если этот, прям в октябре 41-го года в плен попал, 6 января 42-го года умер. Не знаю. Начали дальше, дальше, дальше искать, через организацию поехал к ней на работу, сделал официальный запрос с личным делом, серьезно, на работе, институт света, где-то Рижская, Алексеевская. Выяснилось, что был брат Елен, 32-го года рождения. Начали искать, искать, искать. Жил в Германии на 2011 год, какую-то петицию за кого-то там подписывал, нашли его в интернете, на мешке какую-то книжку, нашли его, он кандидат в технических наук, вот все. И, в общем, так, все по цепочке, по цепочке, что-то по матери, опять на блошинный рынок еду. И вот так в течение нескольких месяцев ездил, 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 а так на работу. По 5-6 часов там стою, фотографию изучаю, документы. То справка какая-то попадется, то это. Но чтобы доказать, что этот Николаев и есть неймом, первое, нужно фотография, ну где-то, да, идентифицировать по внешности. Второе, точную дату рождения найти. Потому что во всех советских документах 24-й год рождения, и все изданно. А в немецком 23 апреля 26 апреля. Девчая фамилия матери Киселева. Вот. И вот все выяснили, где мать работала, и отец, и все, и все, и в этих, а у нас не сохранилось. А вот, вот. Ну, итог, в общем, итог. Нашел фотографии сестры родного. Одно лицо. Одно лицо. И две недели назад, нахожу справку, заявление, 32-го года, написано отцом, прошу принять моего сына в школу, Неймана Виктора Семеновича, 23 апреля 26-го года. То есть, тем самым, мы установили, вот спустя, это, ну, это быстрый поиск, потому что надо и несколько лет. Установили судьбу простого, простого солдата, защитника Родины, бойца дивизии народного ополчения, защитника Москвы, вот, что я считаю большим достижением. Ну, вот, наверное, на этом завершу. Обратно. Не нашли пока, ищем, но даже если он умер, перед старым год рождения, то в любом случае, ну, уже это победа. Ну, к сожалению, времени не осталось совсем. Саня Ковальевич очень интересно рассказал. Ну, мало. Не надо... Электронный путь. Да. А как так запрос сделать вам? Валентинский. Все, давайте я закончу. Давайте на следующее перенесем. Да. Я хочу сказать, что большое спасибо. Очень интересно было. И то, что вы рассказывали, нам это хорошо знакомо по нашему роду деятельности. Ну, вот, сейчас нет времени, я хотел сказать про организацию, чтобы подруг были. Мы что-то говорим, что все то же самое, ни по поводу финансирования, и регистрации, и делайте ее бесплатно, и что нам лучше помочь писать, или сами перестать ее лучше самому поискать. Этому вопросу тоже точно так же узнаем. Поэтому, это только начало. На днях, у вас, опять, сроковый, у вас важный день с ВРТ, поэтому мы общаться чаще надо будет. И сюда... Более того, вот, наверное, от нашей газеты, как раз видите, сроковый, там, где как раз такой из газеты описан, как я и сказал, с твоего родителя, ту же технологию. Поэтому, вот про этого неймана, если вы с вами писали статью, в эту же газету. Будет очень интересно, все спокойно, там и вложить. Поэтому, большое вам спасибо. Все, будет только начало. Да, к миру. Ну, то, что можно, да, завершить, там завершить. Вот, тогда, от имени пульсового исследовательского клуба, от себя лично. Попишем тогда уже, чтобы был стимул в следующий раз, чтобы был стимул привет. Вот туда. Хочу подарить книгу, которая является первым нашим масштабным проектом, в памяти о моих земляках, погибших в горячих гражданах. Сколько же и днем, в горячих гражданах, да? Сколько лет в клубу? Ребята, привет.